Устал сегодня? Но я тебе немного помог. Майонез купил? Майонез – мечта хозяйки. Настоящий, любимый, заботливый. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телекомитет Крымско-татарской молодежи Кемал Муминов. Салям алейкум. Кошкин, Кемал. Кошпул, дукая шахам. Напасас, ишлер. Ахам, да, ямаш, ямаш, вот кельдых. Костереях, барблюда. Что сегодня будете готовить? Сегодня мы приготовим уху. Так как мы с молодежью работаем, больше хочется какое-то полезное знание отдать нынешней молодежи, так как мы знаем, что такое сегодня студенческая жизнь, трехразовое питание, понедельник, среда, пятница. В основном сухомятка. Данное блюдо, оно очень хорошо подходит к студенческой жизни. Это вообще блюдо, которое готовится на охоте или на рыбалке. Пока вот ты пошел, только рыбу ловить. Еще если не успел, берутся консервы. Сегодня будем готовить из сайры. Еще нам нужна морковка, лук, картофель, масло сливочное. Перец душистый. Так, а это что у нас в стаканчике? Стаканчике это у нас жидкий дымок. Бесмеляды башлаэхом? Иншаллах, давайте. Так, чем вам помочь? Так, смотрите, сначала вы займитесь, наверное, нарезкой морковки и картошка тоже на вас. Я тогда лук и чеснок. Смотрите, как резать. Просто вот так дольчиками, да? Да, потом раз-раз дольчиками. Так, а я, пожалуй, возьму лук. Я от лука всегда плачу, поэтому я рада, что будете нарезать вы. Говорят, что от лука плакать очень полезно. Да, я тоже это знаю. Поэтому каждый день аглаем кемау. Я знаю, что уха, она как бы полезна для организма. Вы вообще как, соблюдаете, правильно питаете? Я считаю, что залог здоровья – это правильное питание. В первую очередь надо смотреть, из чего состоит завтрак ваш. Вот завтрак должен состоять из клетчатки, это каши какие-нибудь либо с утра, потом молочное что-то должно быть. Три вида в день надо съедать как минимум молочных продуктов. Это там либо сыр, либо брынза, либо другое что-нибудь, хатых или что-нибудь такое. А для чего молоко нужно? Молоко – это потому что вот у нас в организме постоянный недостаток кальция. И это на протяжении жизни происходит. И поэтому человек, он нуждается в такой определенной подпитке. Каждый день он должен вот съедать. Первое – это молочное, потом ты должен что-то жиры, оливковое масло. Потом там, например, орехи можно поесть с утра немного. Тут же много разных рецептов блюд существует. Это вот вы сами придерживаетесь? Либо обычно спортсмены придерживаются правильного питания. Вы занимаетесь каким-то видом спорта? Я занимался раньше, сейчас-то уже ветеранами считаемся. Раньше занимались, да, мы там контактным каратэ, шутаканом какое-то время. И все вот достижения, которые у меня есть, там медали где-то или что-то, это все. А расскажите, какая ваша такая самая значимая для вас награда? Кубок Крыма. Ну, дальше Крыма я не уезжал никогда. В основном мы здесь, на местном уровне, у себя на родине. Во всех отраслях, и в творчестве, и в спорте, и в политике, и везде, и юристы хорошие. Ну, да. Талантливый народ, как сказать. Ничего не скажешь. Коржусь своим народом. Ничего не скажешь здесь. Вот мы сегодня готовим уху. Да. Сколько разновидностей ухи ей? Около ста. Вот сколько рыб существует, из любой рыбы можно готовить уху, кроме селедки. Вот из селедки почему-то не готовится. И, ну, смотря как, да, каждый по своему бюджету смотрит и по своему карману. Я, например, это блюдо, как вот мы с молодежью работаем, и как с полезным знанием, чтобы поделиться, оно очень легко в приготовлении и быстро. Например, не нужно там ловить эту рыбу. Это в основном, когда на рыбалке ловишь рыбу, ждешь. Пока не поймалось, раз, открываешь консерву, да, и она пусть там будет сардина будет, пусть можно там подороже взять горбушу, рыбу, можно взять там любую, да, или там вот берешь сайру, мне нравится вот из этой рыбы, открываешь его быстренько, вот для студента это очень проще, нету, кипятишь воду, накидываешь рыбу туда, кидаешь вот овощи, и резать надо можно попроще, чем проще его готовишь, тем оно вкуснее получается. А давайте вспомним про ваши студенческие годы. Как проводили их вы, где учились? Учились мы всем известном университете девятиэтажном, это КГПУ. Ректором у нас был человек очень уважаемый, Февзи Ахубович. И годы у нас так проходили. Ну, у меня они как бы, я так сильно не ощутил вот этой вот студенческой жизни, потому что я еще параллельно работал. Вы учились на заочном отделении? Я учился на очном отделении, но у меня работа такая была в вечерние сутки. Мы в охране работали. Маша, вас обмещали и работу, и учебу. А когда начали свою работу в комитете крымско-катарской молодежи? Года два. Как мы перешли вот в состав России, появилась вот эта вот организация первая, да, не побоюсь этого слова, первая. Мы стали беспокоиться о состоянии народа вместе и стараться реализовывать какие-то проекты там, благотворительностью где-то что-то вот помогать народу. Какая прежде всего перед вами стоит задача вашей организации? Первая, наверное, задача, как бы, возобновить вот эти наши крымско-татарские традиции. Вторая задача – это религию. Возобновить язык, чтобы люди задумались, вспомнили о своей истории. Чемки бездэ динбар, бездэ одетлер бар, бездэ балабан барабан узун бур тарих бар. Незаман адам он убыле, возле огрене, тыршмая огрене, о балабан бур кучичинды адам ларгабери. Он уз балаларан да угритый дик, балалар уз балаларна. Да, и этот процесс будет вот так вот так передаваться. Но если мы начнем забывать об этом, если мы начнем не чтить тому, что чем придерживались наши предки, как бы это все должно идти в ногу со временем. Так, ну вот, айшаханум, лук я уже нарезал. А шамаханум. Вы смотрю, прекрасно справились. Тоненько. Само старалась. И нам остается теперь нарезать картошку. В чем я вам помогу? Опять, это, несомненно, вы мне поможете в этом. Я займусь опять самым легким. Это возьму, наверное, чеснок. И мне нужно будет нарезать петрушечку. Не петрушку, укроп, петрушку в конце. Угу, я хорошо. Кемал, вот вы как представитель комитета Крымской отарской молодежи, какой можете дать совет, так скажем, для молодежи? Ну, главное, что в жизни иметь хорошую поддержку всегда. То есть иметь хорошего друга. И вот чтобы найти вот этого хорошего друга, их много не бывает. Первое, вот я бы посоветовал, наверное, вот так вот, как друга выбирать. Вот первое качество должно быть, если человек, вот человек, Адам, то есть не лицемерит, не показушный, честный, да, там, смелый, нежадный, вот тогда однерочку такую ставим впереди. Галочку. Галочку. То есть главное качество в человеке – это быть человеком. Не лгать, не показушничать, не лицемерить вообще. Чему нас от Адама первого человека, да, потому что пророки приходили, Муса, Ваиса, Вахар, Моисей, Иисус, Давид и до Мухаммада, последнего пророка, они учились нас вот этим вот качеством человечности. И если мы заглянем в религию, все морально-нравственные качества уравниваются именно вот такими вот критериями. Я обычно, когда приглашаю гостей на свою передачу, я очень люблю как бы заходить и знакомиться, так скажем, с людьми на страничку, либо звонить, общаться. Заходила на вашу страничку и заметила, что вы делитесь полезными, так скажем, советами, информацией. В общем, сегодня вообще вот в обществе смотришь так, такое немного, такое затуманенное, дымчатое представление об этом. А на самом деле ислам в переводе с арабского языка, конец этого слова, мир в переводе с арабского, то, что людям, которые находятся рядом с тобой, говорят о безопасности, то, что внушает человеку спокойствие. Да, и начиная вот от первого человека, как я говорил, Адамом, то, что Аллах Субханат Али говорит, да, говорит, не говори Моисея про Иисуса, да, там про Давида, что они были иноверцами, скажи, что они были муслимами, то есть предавшимися Богу единобожниками, людьми, которые несли одну суть. Вот. И вот это вот и есть ислам, начиная от того времени, заканчивая сегодняшним днем. И последнее, вероустав, это как бы Коран, книга Всевышнего Аллаха, которая учит нас миру и добру, на самом деле, не тому, что сегодня мы видим. А какие главные особенности, которые должен выполнять каждый мусульманин? Как вот говорится в хадисе пророка, саллиллаху алиюсалям, буньи аль-исламу, говорит, аля хамси, то есть столбов веры пять. Вот соблюдайте пять вещей, и ты как бы достигнешь довольства Всевышнего Аллаха. Это первое. Что это, говорит, шахада, то есть за свидетельство, что нет Бога, кроме единого Бога. Второе, это икаму салята, выстаивай молитву. Вот джума намаз бывает, да, вот надо пятничные молитвы посещать. И пятикратная, их пять всего, вот этих молитв, которые пришли, сунны там дополнительные. Потом закат, то есть доля неимущего бедняка, да, например, доля там соседей твоих, да, которые, если верующий человек ложится дома сытый, когда его сосед находится голодный, он находится в грехе. Как бы вот эти все проблемы, которые есть сегодня в обществе, да, например, там бедняки, где-то, например, там у кого-то опорно-двигательная система, да, то есть это наши проблемы в общем, да, и мы за них в ответе все. И каждый должен это понимать. И на это вот выделяется закат. Закат – это вот определенная часть от твоего заработка годового. Потом после заката – хаджу-ль-бейти, то есть нужно совершить половничество. Вот, аль-хамду-ли-лях, сейчас вот как мы вошли в состав России, сегодня эти проекты реализовываются, да, например, и я в прошлом году, хвала Всевышнему Аллаху, отправил свою маму, отправил свою маму в хадж, и она до сих пор не может нарадоваться, и все у нее разговоры, смотришь, с этим связанные постоянно, а мы в хадже-то, а мы в хадже-то. Все это вот лучшее, я как смотрю, что было в ее жизни. А скажите, вот я еще видела, что вы любите шутить. Позволяется ли шутить в исламе? Бывают люди, которые очень негативно относятся к вот этим вот вещам как-то. Раз ты пошутишь, все, и вот у него в голове такое сложенное представление о верующем человеке, то есть это человек, который должен ходить таким лицом угрюмым, постоянно всем тоску нагонять, всем замечания делать. На самом деле, если словами пророка, саллиллаху алейху ассаляму, ответить, то посланник Аллаха, саллиллаху ассаляму, он рекомендовал улыбаться постоянно. Улыбаться для чего? Чтобы носить в общество позитив, да, например. Потом он сказал, говорит, шутите, если шутите, то шутите правду. На самом деле это легко, это очень смешно получается, да, но если в шутке есть какое-то оскорбление, там, например, других людей, есть, например, притеснение или оскорбление, там, иноверцев или кого-то, то такие шутки, они запрещенные в исламе, потому что посланник Аллаха сказал нам, да, говорит, аль ислам аль хусну аль хулик, говорит, да, ислам, говорит, это благой нрав, то есть мы должны соблюдать сунду пророка. То есть нельзя никого высмеивать? Нельзя высмеивать, например, разговаривать по кличкам. У нас такая религия, да, запрещено даже вот, когда лук поел, идти в мечеть, чтобы нечаянно, да, не притеснить другого вот своим запахом. Настолько вот такая справедливость. Очень светлая у нас религия, правильно. Амдулилях. Давайте мы займемся нашим супом, продолжим. У нас уже все готово практически, кроме чесночка. Сувамасхай надо, что в первую очередь надо? Вот уха, она чем отличается, в свою особенность, там в последовательности кидается сразу лук, нет такой последовательности. Кидайте сразу лук. Тогда разрешите, я начну. Да, разрешаю. Весьмеля. Сколько минут готовится уха, Кема? У нас уже уха есть готовые рыбы, поэтому рыбу мы кинем в конце, это займет где-то минут 15. Очень удобно для студентов, да, для того, чтобы они не кушали сухомятку там в столовой. А часто готовите? Для Анашки только и готовлю, больше ни для кого, для друзей. Она вдохновляет, да, так скажем? Она религиозная женщина всегда, она меня и религии обучила, и всегда она меня научила на все проблемы со всех сторон смотреть. Она как и психологию изучала тоже, и у нее два или три диплома, и филолог сама языка. Я поэтому сильно Анашку уважаю. Маминкин сыночек, когда мне говорят, я не обижаюсь, я говорю, да, я маминкин сыночек. Это же хорошо, когда такие отношения между детьми и родителями, это прекрасно. Это прекрасно. Ух ты, у вас свой способ. Это свой способ, старый, добрый, говорят, дедовский. А вы нашу передачу смотрите? Честно говоря, начал смотреть ее после того, как вы меня сюда пригласили. Пересмотрел все эти выпуски. Я, честно признаться, вовсе телевизору мне не хватает времени смотреть. Постоянно вот в разъездах туда-сюда, и как бы вот успехи жизни забываешь. Мужчина должен быть занят делом. А у вас есть какое-то хобби? Я, кстати, знаю, вы скромничаете, Кемал, что вы прекрасно поете. И даже вы сочинили песню очень красивую. Да, в том году. Слова тоже сами написали. Слова тоже сами написали. Расскажите про эту песенку. Песня такая... Как она родилась? Она родилась у меня, знаете, самопроизвольно. Возникает в период того, когда ты ходишь, гуляешь на природе, и у тебя размышления, да, вот эта вот вся ситуация, когда произошла. Это в 2014 году, когда мы перешли, я размышлял над этим, над тем. Посмотрел, как большинство наших соотечественников, да, покидают свой вот этот край, куда наши отцы, бабушки, дедушки, да, приезжали. Столько лет стремились попасть сюда. И вот тут вот в этот момент, да, поддаваясь на какую-то пропаганду, да, например, людей, покидать этот край. Песня сама, она в общем была о единстве, о понимании этого единства, да. Где мы можем услышать эту песню? По нашему национальному, государственному радио. Вот у нас, аль-хамбулля, сейчас и радио есть свое собственное, и телевидение свое. И вот там крутится она... Вы название дали ей? Возрождение. Возрождение. Или как-то, по-моему, в Москве, когда я ее исполнял, я ее на таких мероприятиях исполнял серьезно, где люди присутствовали из администрации президента. Я думаю, они оценили, им понравилось. Песня действительно очень классная, очень хорошая тема. Маршалас, Евген. Алло, разу. Желаю вам успехов и процветания таланта. Сауну взаимно. Что я еще могу нарезать? Нарежем тогда петрушку и укроп. А есть у вас еще какое-то, возможно, хобби, кемал? Да, конечно, есть. У каждого человека есть хобби. Просто у меня оно... Одно приедается, другое появляется. Рыбалка была хобби. Потом после чего-то как-то повзрослел, другая занятость появилась. Вот у меня такое хобби в пятницу или в субботу, в такие дни после джима, в воскресенье тоже. Я собираю ребят и начинаем такое общение. Мухаббит, делимся проблемами. Вместе приходим к какому-нибудь определенному решению. Как там в том регионе, там бабушка живет, у нее там света нет. Или то каждый. Какими-то ресурсами или чем-то. Вот задача лидера, да, она заключается в том, чтобы... Кто-то петь умеет хорошо, кто-то танцевать умеет хорошо. У кого-то времени много свободного, у кого-то там есть автобус. У кого-то что... Вот обнаружить вот этот ресурс в обществе, который у молодежи. Обнаружить ресурс и вот этот весь механизм запустить в действие, чтобы он работал на благо нашего народа. Хорошее увлечение. То есть даже ваше увлечение является помощью нашему народу. Смотрю, все у нас готово. Зелень я нарезала. Зелень, мошала. Что добавляем? Нужно сперва, сперва что делаем? Берем, добавляем рыбу. Уже можем свободно, свободно. Рыбу можно заранее... Кто-то размягчает ее, а потом бросает. А я сразу... Кусочками. Я сразу беру сайру. Она такая мелкая рыба. И удобно. Ее долго варить не надо. Быстро, недорого. Надеюсь, что вкусно. Очень вкусно. Вы даже удивитесь. Ну, такой цвет у бульона получается очень насыщенный, красивый. Добавим рыбку так. Особенно для любителей рыбы. А у вас есть еще какие-то любимые блюда? Хамура шлара шайцы с кем-то? Хамура шлары, конечно. Ну, как это, Татарин? Без хамура. Без хамураша. Добавим еще сейчас чесночка. Вот так, аккуратненько. Легкими движениями руки. Хамура шларын дан, коби-те, самса. Не дарся вес. А, как турклер айталар, говорит. Говорит, карначтон, говорит. Не, ну, коби-те, гендер. Говорит, самса, гендер. Увар были келейли. Без лилинга. Так, зелень нужно? Так, зелень нужно. Смотрите, добавляем сначала петрушку. Петрушку. Наоборот, наоборот, не петрушку. Укропчик. Добавляем сначала укроп. Так, хорошо. Вот столько достаточно. А петрушкой заправим сверху? Петрушка для просадки. Добавляем. Теперь лавровый листик кидаем. Один? Один. Один лавровый листик кидаем. И штучек шесть вот таких вот. Раз, два, три. Все как в аптеке здесь, точно. Шесть. Даже если ошибемся, он не станет. Немного жидким дымом заправить. А вот рассказывайте, для чего это надо? Жидкий дым, чтобы сымитировать такое полевое блюдо. Это блюдо, которое готовится уха, говорю же, когда на охоте, на рыбалочке, когда не было какого-то улова. Открываешь консервную баночку, там, любой рыбы, можно сайра, можно сардину. Просто сайра мне нравится. Там уже как по вкусу. Когда мы одну ложечку добавим жидкого дыма, он такой сымитирует, как будто на дровах. Как будто бы мы готовили на костре. На костре, на рыбалке. О, джахта. Давайте я добавлю. А, Кемал, вы знаете, о чем забыли с вами? О соли. Соль в конце. Соль в конце? Да. Три сделаем. Ну все. Дымка придали. Дымком. Запах ухи чувствуете уже? Чувствую запах, великолепный запах. Ну что, теперь ждем? Теперь ждем. Беклеем? Беклеем. Кемал, ну смотрите, суп наш уже практически готов. Картошечка. Нам нужно добавить соль, да? Сейчас заправляем солью. Вот вам это такое важное. Теперь берем кусочек сливочного масла, можно половинку. Если нет сливочного масла, так оставляется, и можно там в конце заправить майонезом уже отдельно. А майонез я могу вам предложить. Майонез «Мечта хозяйки» изготовлен только из натуральных компонентов и абсолютно без химических добавок. Майонез «Мечта хозяйки» настолько бесподобен, что с ним любое ваше блюдо будет просто на расхват. Запомните раз и навсегда, с «Мечтой хозяйки» всегда вкусная еда. «Мечта хозяйки» гарантированно вкусный результат. Я видел рекламу эту. Так, давайте сливочное масло. Половиночку. Половину. Смеля. Масло должно быть, если его добавлять, то оно должно быть обязательно сливочным, не маргаринным, чтобы достичь вот этого вкуса. Ну что, нам осталось подождать, когда растает наше масло, и наш суп готов. А я напоминаю, что для приготовления ухи нам потребовалось 2 консервы сайры, 2 луковицы, 2 картошки, 2 моркови, 3 зубчика чеснока, 100 грамм сливочного масла, укроп, петрушка, перец, лавровый лист и соль по вкусу. Для приготовления ухи нам потребовалось вскипятить воду и погрузить нарезанный картофель, морковь, лук, чеснок, лавровый лист одновременно. Через 15 минут кипения добавить рыбу, соль, перец, зелень. За 3 минуты до полного приготовления добавить сливочное масло и 3 чайные ложки жидкого дыма. Украсить зеленью. Приятного аппетита! Кемал, наша уха готова. Как она приятно пахнет! И мне не терпится попробовать. Будем накладывать, разливать по тарелочкам. Так, ну первым я угощу вас. Как у вас все уважаемого. Конечно же. Первым ест тот, кто готовит. Ой, какая красивая, чеснок. Супер. Супер-пупер. Ай, горячая какая. Вот это заправляем. Красоту сделаем. Ну и себе немножко. Я ем немного, поэтому себе поменьше. На себе вы больше положили. Нет, меньше, вот шухик. Шахаша, халашан. Ну, бисмилядек. Ашаев. Так, попробуем. Я бульончик люблю, поэтому я, пожалуй, начну с бульона. Мастер превзошел самого себя. Ммм, насы не зятли емек. Как вкусно, Кемал. Горячо, но очень вкусно. Кемал, я хочу тебе подарить подарочек от нашей торговой марки Лебо. О-о-о. Хави и Чесану? Хави и Чех как-то одет. А на нас или амай Тарсен? Хави? Все. Это все вам. Машки. Ой, Сауна, 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 Разглоса. Лебо. Пожелаю что-нибудь в среде зрителя. Пожелаю всей крымскатарской молодежи, да и всей молодежи в общем. Всем взрослым, детям. Любите друг друга, цените друг друга. Никогда ни за что не предавайте друг друга. Всем любви, счастья и терпения. С вами был Кемал Муминов. И Айшеджев Детова. Вот на такой прекрасной ноте мы с вами будем прощаться, дорогие зрители. Смотрите нас каждое воскресенье в 10.00. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok